Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор. О здоровье мы сегодня поговорим с нашим гостем, заместителем главного врача стоматологической поликлиники номер 12 города Екатеринбурга, Александром Чернавским. Александр Федерикевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас, тем не менее, сегодня будет довольно страшная, на высоком случае пугающая, это рак полости рта. Вопрос номер один, конечно, об этой болезни, как мне кажется, говорят не так много, если, например, сравнивать с другими видами онкологии, кожи там, лёгких. Насколько болезнь и проблема актуальна, и как вообще развивается рак полости рта? Ну, на самом деле, это действительно в настоящее время очень актуальная проблема, и этой проблеме в последние годы, это не сегодняшнего дня проблема, она существует достаточно давно, уделяется очень и очень большое внимание. У нас в городе Екатеринбурге уже на протяжении ряда лет, а это более пяти лет, проводятся онкосубботники по выявлению онкостоматологических заболеваний. Почему возникла такая проблема? Ну, всё очень просто. Заболевания полости рта и ротоглотки в настоящее время занимают 20% от заболеваемости онкологии вообще человека. И выявляемость заболеваний на ранних стадиях именно в полости рта является сейчас очень и очень большой проблемой, и необходимо решать её в ближайшее время. Ну, хочу сразу заметить, что вот за последние буквально год-три работа в этом направлении стала вестись очень большая. И если раньше онкосубботники по выявлению предраковых заболеваний, уже заболеваний, связанных с онкологией, проводились в общих больницах, то сейчас это очень активно проводится и в стоматологических поликлиниках нашей области. Практически все государственные стоматологические поликлиники в Свердловской области проводят это на своей территории, а в этом году благодаря Минздраву Свердловской области и Центру медицинской профилактики Свердловской области мы стали принимать участие в онкосубботниках и вместе с крупными больницами. И хочу сказать, что выявляемость именно уже онкопатологии выявилась, и это хорошо, потому что мы вот эти заболевания сейчас находим на ранних стадиях. Почему и правда ли это, что злокаченные опухоли в ротовой полости их называют очень агрессивными? То есть они быстро развиваются? Или почему агрессивны? Ну, во-первых, как ни странно, несмотря на то, что все эти заболевания происходят в ротовой полости, замечают их сами пациенты на достаточно поздних стадиях. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это происходит в тех местах, где люди не так часто обращаются за медицинской помощью, больше рассчитывают на себя, это раз. Второе, это все-таки стало применение вредных привычек. Так, это тоже использование снюл, скурение парогенераторов различных. И вот это все, к сожалению, оно как раз и провоцирует заболевания онкологические в полости рта. Почему? Да все просто. Травмируется слизистая, она достаточно нежная в полости рта. Если мы прикусим язык, у нас болит несколько дней. А если мы делаем это хронически, то у нас, конечно, образуется на языке сначала по типу папилломы образование какое-то, которое мы постоянно травмируем зубами, мы к этому привыкаем, человек – существо терпеливое, к сожалению. Вот, и вдруг в один прекрасный момент половины языка нет. И это, к сожалению, встречается такое достаточно часто. И как раз вот поражение языка, они в онкостоматологической именно патологии выходят на первое место. Больше, конечно, рак развивается уже в ротоглотке. Но это место, которое должно обследоваться не столько и не столько стоматологом, а совместно с оторинолерингологом. Что мы сейчас успешно и делаем. Вот у нас в последний месяц практически каждую субботу проходят совместные осмотры по профилактике онкологических заболеваний с общими больницами. Самое первое и значимое мероприятие, которое было проведено по приказу Минздрава Свердловской области в нашем городе – это вермул. Ну, слушайте, такой очереди за здоровьем я еще не видел. То есть там действительно пришло очень много народа. Это оказалось очень востребовано. И наши стоматологи, а у нас участвовали два специалиста. И хочу спасибо отдельно сказать волонтерам СОМК, которые очень нам помогли при приеме такого количества пациентов. Выявлено было несколько случаев, которые мы отправили на дообследование. И на первом этапе уже отправили к врачам, специалистам, к онкологам. И вот как раз вот эти онкосубботники, вот эта онконастороженность, вот это вот желание людей найти, посмотреть, нет ли у них чего-то. И приводит к тому, что выявляемость стала проявляться уже не на последних стадиях, когда мы, к сожалению, не можем ничем помочь, а только констатируем, что да, есть, и уже смотрим на доживаемость человека, да, пытаемся ему помочь в палеоативной помощи. А именно на первых стадиях, когда именно вмешательство врача позволяет устранить это и больше об этом не думать, естественно, если человек сам заботится о своем здоровье. Люди не боятся проходить такую диагностику, потому что все равно, да, вы правильно совершенно говорите, что есть там ранняя стадия, на которой все действительно излечимо, излечимо малой кровью, что называется, но тем не менее услышать такой диагноз все равно страшновато. Ну, каждый диагноз услышать страшно, потому что мы хотим же быть здоровыми, хотим быть веселыми, не думать о плохом. Но, к сожалению, окружающая нас среда и возраст не всегда нам дают такую уверенность в себе. И для того, чтобы все-таки быть успешным человеком, для того, чтобы быть здоровым человеком, здесь, конечно, необходимо проходить именно профилактические осмотры. Причем хочу сказать, что эти профилактические осмотры, они абсолютно безболезненны. Существует несколько методик скрининга онкостоматологических заболеваний. На сегодняшний момент все поликлиники нашей области стоматологические, они как раз используют вот эти безинвазивные методики выявления. Это просто аппаратик при определенном освещении обследуется. Слизистая полость рта, язык, небо, твердое, мягкое небо, слизистая губ. И если есть изменение цвета под влиянием вот этого аппарата, аппарата иммунной флюоресценции стоматологической, то стоматолог уже обращает на это внимание. Если нужно, уже отправляем в поликлинику, берут соскоб. Если что-то более серьезное, да, это уже занимается врач-стоматолог-хирург, либо уже врач-онколог, берет гистологию. Но все это определяется на ранней стадии. И человек, который прошел вот подобный онкоскрининг, он уже защищен от более серьезных заболеваний. Как часто нужно проходить такой скрининг? И кому? Кто, может быть, в группе риска, ну там помимо курильщиков? Ну, как минимум, вот в соответствии с маршрутизацией, которая принята на территории Свердловской области, с 18 лет должен проходить каждый человек раз в год. Еще раз повторяю, что абсолютно безболезненная, безинвазивная процедура первичной профилактики. В группу риска у нас, естественно, попадают прежде всего это курильщики. Есть, наверное, и наследственные факторы еще, да? Ну, здесь я хочу сказать, что наследственные факторы, они, конечно, есть. То есть от этого нельзя избежать. Но это еще не изучено настолько, что можно сказать, что только наследственный фактор. Нет, больше всего это средовые факторы. Больше всего это не обрежение самими пациентами правилами здорового образа жизни. Что должно насторожить нормального здорового человека, вот самого себя, например, да? До осмотра, не знаю, там что-то возникло на слизистой во рту, на языке что-то, какое-то новообразование. Любое болезненное образование на языке, которое возникло вдруг, должно насторожить человека. Наличие какой-либо хронической травмы долга тоже должно насторожить человека. И вот здесь я тоже очень хочу остановиться на этом. Особенно те, кто использует съемные протезы, либо протезы ортопедические конструкции, используют достаточно давно и чувствуют, что у него постоянно под протез что-то попадает, что травмируется слизистая. Обязательно обратитесь к врачу, потому что вот эта хроническая травма, она, к сожалению, и приводит к онкостоматологическим заболеваниям, перерождению в рак. И только своевременное обращение к врачу, своевременная помощь может помочь избежать каких-то сложных последствий. Спасибо вам большое. С нами напомнит заместитель главного врача стоматологической поликлиники номер 12 Екатеринбурга Александр Черновский. Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.